Итак, миссия Бога. Миссия Бога, которая заключается в том, чтобы собрать народ Божий в назначенном Богом месте, под Божьей властью, чтобы он жил по Божьим уставам в присутствии святого и любящего Бога. Достижение данной цели требует обращения к истории искупления, к истории спасения, хальцгешихте. Достижение данной цели. Достижение искупления в рамках общей картины, представленной на схеме 1. И, как я уже упоминал, два ключевых момента в достижении данной цели — это обетование и завет. Вот эти две темы мы и постараемся раскрыть на нашем сегодняшнем занятии. Еще раз подчеркну, что исследование это будет носить скорее ознакомительный, чем исчерпывающий характер. Изматывающий, возможно, но не исчерпывающий. Обратимся к первой части, тема обетования, Бытие 3-Откровение 22. И начнем мы с прото-евангелиум, первого Евангелия, книга Бытие, глава 3, стих 15. «Ибо история обетования и искупления начинается именно здесь, в Эдемском саду, сразу после грехопадения. Вот что Бог говорит змею. «И вражду положу между тобою и между женою». Бытие, глава 3, стих 15. «И между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу». Несмотря на то, что змей будет жалить потомство жены, здесь написано «ты будешь жалить его в питу». Потомство жены, ее дитя, ее семя, поразит змея в голову. Для приверженцев реформатской традиции отсюда берет начало завет благодати, как многие утверждают. Это так называемое обетование о семени. Его исполнение, разумеется, должно происходить в истории искупления поэтапно. Следуя развитию библейского сюжета, следующий момент, проливающий свет на то, как это обетование будет осуществляться, связан с Авраамом Авраамом, где мы переходим уже к завету Бога с Авраамом. Здесь есть конспекты для тех, у кого их пока еще нет. Наше внимание переключается еще на один центральный текст Писания, Бытие 12, с 1 стиха и далее. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имения, которые они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубрава Мура. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству Твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. «Потомству Твоему отдам я землю сию». Это обещание, данное Аврааму, источник Божьих обетований, Божьих намерений в отношении человечества. Для этого требуются семя, потомство, благословение и земля. Для этого должен восстать великий народ, должно быть возвеличено имя. Ты, Авраам, будешь благословением. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну. И благословятся в Тебе все племена земные. Трагедия грехопадения и вызванные ею беды, описываемые на всем протяжении от Бытия 3 до Бытия 11 и достигающие своей кульминации, провали вавилонского столпотворения, будут устранены, первоначальный порядок будет наведен. И Авраам, сданным ему Богом обетованием, станет неотъемлемой составляющей этого процесса. Опять-таки, следуя библейскому сюжету, мы сталкиваемся с важным рефреном. Века спустя история Божьего обетования достигает критического момента, поскольку к этому временем народ Божий действительно значительно умножился, однако еще не оказался в земле обетованной. Более того, он живет в Египте и находится в рабстве. Египетский фараон, как повествует книга Исход, подвергает народ Божий гонениям. Моисей бежит из Египта, и что встречается ему на пути? В пустыне, рядом с горой. Горящий куст. Исход 3. Тогда же Моисей получает поручение с именем Божиим вернуться в Египет. Бог исполнит обетования, данные Аврааму и утвержденные в Исааке и Якове. Через оглашаемое Божье поручение Моисею красной нитью проходят следующие слова, которые имеют очень важное значение. Исход 6, 2-8. Позвольте процитировать этот текст. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь, явился я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. Этим именем он открылся Моисею в более ранних главах в исходе 3 у горящего куста. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стянание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой, завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, «Я Господь, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас, мышцей простертую и судами великими, и приму вас к себе в народ, и буду вам Богом. И узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою клялся, дать ее Аврааму, Исааку, Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Обратите внимание на повторение одной и той же фразы, сначала во втором, а потом в восьмом стихах. Я Господь. Тот самый Бог Авраама, Исаака, Иакова открылся Моисею и поручил ему эту миссию. Стих 3. Это Бог, заключающий заветы. Понятие завета мы продолжим рассматривать и во второй части нашего сегодняшнего занятия. Он же и Бог, хранящий заветы. Это прекрасно выражено в четвертом стихе. Он Бог, который исполняет свои обещания. Стих 8. В частности, обещания, данные Аврааму и остальным. Рефренд же, о котором я упоминал, содержится в седьмом стихе. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом». Вот почему народ Божий является ключевой составляющей общей картины. «Божий народ». Это крайне важные слова. Сегодня в ходе изучения материала урока они прозвучат еще не один раз. На одном из дальнейших этапов развития библейского сюжета обетование, данное Богом Аврааму, конкретизируется еще больше. Но на этот раз события связаны с Давидом, его домом и, соответственно, Божьим обетованием Давиду. Итак, есть обетование прото-евангелиум, обетование, данное Аврааму и повторяющееся «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Теперь Бог дает обетование Давиду. 2 Царств 7, стихи с 1 по 17. «Где Бог устанавливает род Давидов». Начнем читать с 11 стиха. Второй его части. «Я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Род, династию, а не жилище. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство твое. Он построит дом имени моему, и Я утвержу престол царства его навеки». Речь идет о Соломоне. «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицем твоим». «Саул, если вы помните, был царем по сердцу человеческому, а не Божьему, царем, подобным другим царям древнего Ближнего Востока. «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. «Я утвержу престол царства его вовеки». Теперь народом управляет поставленный Богом царь в назначенном Богом месте, земле обетованной. Божий народ в назначенном Богом месте под Божьей властью. Обетование, данное Аврааму, исполняется в еще более конкретной форме, особенно с точки зрения семени, потомства. Это семя, это потомство сконцентрировано сейчас в доме Давидова, его правителе, его царе. Если вы помните, Бог обещал Давиду в Бытие 17, 6, что от него произойдут цари. И вот он, явный пример. «Однако нам известно, что подобно Адаму в Эдеме, Израиль, другой сын Божий, не устоял в земле, где течет молоко и мед, как не устояли его цари, те самые сыны Божии, которых мы видим представителей Божьего народа». В результате тех печальных событий царство, как нам известно, разделилось на два, что, если вы помните, хорошо показано на диаграмме 3. На севере в 8 веке и на юге в 6 веке. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.